приветствую вас друзья с вами тарас березовец мы много на моем канале говорили обсуждали и размышляли относительно того как развиваются украинско-американские отношения особенно то какими стали эти отношения за последние два года с момента когда должность главы президента украины занял владимир зеленский и нужно сказать что фактически с первых даже не месяцев а недель президентства владимира зеленского этот американский трек приобрел к огромному сожалению такие скандальные нотки фактически первый же телефонный разговор зеленского с тогдашним 45 президентом сша республиканцем дональдом трампом привел в конечном итоге к первой попытки импичмента американского президента как мы знаем таких попыток было 2 2 было вызвано хаосом и захватом капитолия в вашингтоне 6 января 21 года а первая попытка импичмента трампа случилось именно после телефонного звонка разговора трампа с зеленским который состоялся в июле 2019 года фактически там через месяц буквально через вступление зеленского в должность и сейчас мы видим как разговоры с новым 46 президентом демократом уже джо байденом соответственно тоже привели к ряду международных скандалов связанных в первую очередь с тем что оба этих разговора их расшифровка поддалась определенной коррекции и офис президента зеленского подал собственную отличную от американской версию этих разговоров конечном итоге приукрашивая суть разговоров и приписывая байдену комплименты которых он никогда в адрес зеленского естественно не произносил так выглядит что владимир зеленский и его окружение ну собственно говоря то что они не являются специалистами в области международных отношений это бог с ним скажем опыт приходит со временем с годами хотя не ко всем но в данном случае мы можем усомниться что речь идет исключительно об отсутствии компетенции в действиях зеленского и его ближайших советников особенно если речь зайдет о таком персонаже как глава офиса президента зеленского андрей ермак тогда летом 2019 года он был еще помощником президента помощником президента зеленского а главой офиса на тот момент напомню являлся другой скандальный персонаж андрей богдан игорь новиков еще один бывший советник зеленского недавно в интервью американскому изданию buzzfeed раскрыл тайную кухню дипломатии зеленского и собственно говоря рассказал о скандальных подробностях телефонных переговоров свидетелем которых новиков являлся лично то есть эти свидетельства цены ферочи тем что новиков на тот момент вместе с ермаком непонятно в каком статусе отвечал полностью за американский трек со временем ермаку человеку с крайне неоднозначной биографией удалось прибрать к рукам всю внешнюю политику украины и по степени влияния на принятие решений в украине многие сравнивают статус ермака фактически со статусом вице-президента не имея на то никаких конституционных полномочий или законодательных прописанных в законодательстве украины ермак тем не менее осуществляет уже второй год руководство всем внешнеполитическим курсом страны хотя по конституции это относится к исключительной компетенции президента зеленского кстати эти же факты и эти же подозрения в узурпирование внешнеполитического курса ермаком подтверждает и игорь новиков который первым повторюсь раскрыл детали скандальных переговоров ермака сруди джеляне тогда еще в июле 2019 года и вот теперь после того когда офис президента потратил огромные усилия для того чтобы локализовать скандал рассказать о том что издание басфит распространено членой фейк новиков является лжецом тем не менее следом за басфит свою информацию уже обнародовали и нью-йорк-пост влиятельнейшее американское издание которое является издание номер один в мире и в конечном итоге телеканал cnn который получил эксклюзивный 40-минутный запись разговора руди жалине с ермаком которая состоялась так даже в июле 2019 года и предшествовала всю очередь разговору между тогдашним президентом дональдом трампом и президентом украины владимиром зеленским так вот в ходе этого 40 минутного разговора как утверждает американский телеканал cnn который разместил полную версию разговора правда на английском языке но уже можно загуглить в принципе поискать какие-то куски этого разговора переведены на украинский язык на русский в этом 40 минутном разговоре руди джулиане говорит термаку что зеленский должен публично объявить начало расследование возможной коррупции со стороны байдена в украине и также второй момент заявить о том что украина вмешивалась выбора 2016 года президентский выбор в сша против трампа эти два требования с точки зрения американского законодательства является незаконными противозаконными и по фактам этого вмешательства действию руди джиане он сегодня является объектом федерального расследования сша напомню ордер на обыске у него подписала зам генпрокурора все это произошло еще в мае месяце далее руди джиане который всю эту ситуацию не комментирует он в принципе ничего не сообщают о подробностях этого разговора отказывается каким-то образом публично говорить руди джиане в ходе этого эксклюзивного разговора говорит о том что нужно как можно быстрее ярмак должен как можно быстрее он это делает очень настойчиво нагло говорит ярмаку о том что все что нам необходимо от президента зеленского это сказать я поставлю честного прокурора а он проведет расследование и нароет доказательства которые сейчас существует или другие доказательства причастности к выборам 2016 года а потом дело байдена может быть прекращено кто-то в украине должен относиться к этому серьезно сам ермак сегодня заявил в комментарии о том что он убедился что последние два года в отношении к сша мы делали все правильно понятно что ермак у которого сейчас уже просто начинает подгорать хвост из-за того что он точно также является сегодня объектом федерального расследования сша заявил что перед ним стоял ряд задач одна из которых добиться президентов двух стран вдумайтесь в это и было очень важно не занять одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в соединенных штатах именно так я и действовал очень взвешено и осторожно эта версия ермака а что было в действительности в действительности на записи которая опубликован телеканалом джуля си нн джулиане заявляют о том что дипломатические отношения между сша и украиной однозначно улучшатся если зеленский запустит расследование в ходе разговора с ермаком он сделал также несколько заявлений относительно отказа от ответственности например что он не уверен были ли обвинения в против коррупции байдена правдивыми и он хочет только правды джуля не так же сказал ермаку я не говорю зеленскому что говорить тем не менее вот версия ермака здесь полностью опровергается в ходе разговора ермак несколько раз завел о том что он услышал аргументы джулиане и тем не менее он подает сигнал вот это здесь ключевое он подал сигнал джулиане о том что будет работать чтобы продвинуться в расследованиях прямая цитата вот этого вот самого разговора которая прямая цитата ермака я абсолютно уверен что как только будут утверждены даты будущего визита президента зеленского сша и готов лично взять на себя контроль над подготовкой каково по сути это явка с повинной то есть эта фраза ермака о том что он готов лично после того когда будут утверждены даты визита зеленского сша лично дать ход этому расследованию полностью опровергает его же слова его версию которую сейчас пытается прикрыться о том что он действовал взвешенно и рационально не пытаясь вмешиваться в американскую политику не на одной из сторон будь то демократов или республиканцев это полная ложь мы видим по этим записям ермак прямо дал согласие джулиане о том что в обмен на визит зеленского вашингтон они будут выполнять требования джулиане в частности начать расследование по так называемой коррупции относительно действий джо байдена в украине и вот мы видим еще одно расследование которое начато на этот раз это расследование начато федеральной прокуратурой бруклина которая начала расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников украины вдумайтесь уже украины выборы президента 2020 года эта информация нью-йорк-таймс украинских чиновников подозревают в числе их андрей деркач андрей ермак подозревают сотрудничестве с адвокатом трампа руди джулиане по версии следствия украинские чиновники могли помочь распространить сведения которое обвиняет нынешнего президента сша джо байдена его сына хантера в коррупции вот мы видим следствие собственно говоря и смотрите это не то что неразумное действие это не ошибка я говорю о том что действие ермака и слова игоря новикова еще раз повторюсь бывшего советника президента зеленского который отвечал за внешнеполитический курс и отношения сша в частности новиков прямо подтверждает что действие ермака носили абсолютно обдуманный зловредный злонамеренный характер это говорит только о том что ермак в данной ситуации не действовал необдуманно он не действовал ошибочно он действовал абсолютно хладнокровно работая над подрывом отношений с главным стратегическим союзником сша и заметьте смотрите он привел фактически действие ермака его разговор с жулиане который предшествовал разговору с трампом то есть он дал надежду джулиане который джулиане озвучил передал трампу о том что в украине может быть начато незаконное расследование в отношении джо байдена джо байдена и соответственно после этого трамп он бы никогда не начал говорить зеленским о назначении прокурора исследования кстати зеленский и сам говорит да будет назначен мой на сто процентов прокурор то есть если бы не этот разговор ермака с жулиане в этом разговоре трамп никогда бы не обратился к зеленскому с просьбой в обмен на визит вашингтон начать расследовать деятельность байна то есть ермак послужил первопричиной первоисточником этих проблем которые привели к первой попытке импичментом президента дональда трампа дальше больше именно ермак является тем человеком который причастен к фальсификации стенограммы разговоров байдена уже теперь байдена и зеленского то есть два раза фальсифицируется стенограмма потом отползает офис президента приносит извинения начинает затирать следы своей деятельности править стенограмму ридаут значит выкидывает фразы последний раз это касалось приписываемых байдена фраз о величии как он ценит величие и реформаторские действия владимир зеленского вот конкретный результат конкретное доказательство всего этого и отсюда мы опять приходим к вопросу почему ермак до сегодняшнего дня до сих пор после всего этого продолжает занимать пост главы офиса украинского президента как он может это делать несмотря на требования американцев в частности энтони блинкина госсекретаря и помощника госсекретаря виктории нуланд о том что ермак не должен присутствовать на переговорах и вот тут интересный момент в июле байден пригласил зеленского прилететь в белый дом вашингтон где возможно эта встреча состоится вопрос теперь состоится ли она после очередного скандала когда 5 байдена приписали слова которых он не говорил еще большой вопрос но если туда зеленский отправится очевидно американцы точно не захотят чтобы в составе этой делегации находился ермак зеленский до сегодняшнего дня пытается играть роль такого инфантильного мальчика который делает вид что он не понимает очень четких дипломатических намеков но не понимает он но вот как то вот в силу своего отсутствия опыта то есть он играет роль такой инфантильного ребенка я мол не понимаю все что мне говорите не знаю вряд ли эта игра на самом деле будет успешной для него в случае с американцами которые уже отозвали как мы знаем визит первый визит зеленского который мог состояться до 16 июня для того чтобы байден встретился с зеленским перед встречей с путиным эта встреча была отменена из-за незаконного вмешательства в деятельность нафтогаза украины и увольнение андрея коболева и если еще раз будет проигрирована просьба американцев вряд ли джо байден отнесется ну скажем так благосклонно снисходительно действием зеленского вечно играть в роль мальчика который чего-то не понимает что-то не знают зеленскому ну точно не удастся по крайней мере в случае с американцами которые всю эту ситуацию видят знаете как на скане они видят ее полностью и знают досконально вот к сожалению такие у нас итоги пока не утешительные внешнеполитической деятельности рмк которая становится еще раз повторю все более враждебное все более вредоносно и носит все признаки злонамеренности а не ошибочности отсутствия опыта кто же вы господин гирма помните была такая фраза ху из мистер путин когда-то спрашивали на одной из первых международных конференций после того когда путин стал президентом рф ху из мистер ермак вот надо разобраться чьих вы будете ну а в принципе догадки я думаю что уже у нас есть до в чьих интересах действует господин ермак и точно не в интересах украины спасибо друзья за ваше внимание за ваши лайки и комментарии оставляйте под этим видео свою версию того кем является господин ермак на кого в конечном итоге он работает и каковы его цели делитесь своим мнением я обязательно прочитаю ваши комментарии и отвечу на самые интересные из них подписывайтесь на мои аккаунты в соцсетях поддерживайте нас обязательно на патреоне и обещаю друзья дальше будет еще интереснее в наших планах начала стримов интервью самыми интересными украинскими и зарубежными экспертами спикерами политиками это все будет скоро на нашем канале мы уже готовимся с вами был тарас березовец друзья и до новых встреч